Лабораторная работа номер 14 Цель лабораторной работы познакомиться с частью функционала Present Decision Management, встроенного в нашу интеграционную шину Мы создадим спальмфильтр на его основе и посмотрим как можно быстро и легко использовать правила ODM Для начала создадим новый интеграционный поток с названием Lab14 На вход мы будем получать сообщение посредством HTTP Input ноды и давать синхронный ответ посредством HTTP Reply Посредине мы будем использовать так называемый Decision Service Соединим OutTerminal HTTP Input ноды с InTerminal Decision Service OutTerminal Decision Service с InTerminal Reply В параметрах HTTP ноды заполним путь по которому будет доступен наш сервис Это будет Lab14 И отметим то что Message Domain у нас будет XML NSC Нам также необходимо описать непосредственно формат нашего сообщения Его мы назовем уже готовым из папки Lab14Data на нашей хост-системе Это файл to email.xml Который мы скопируем И вставим в папку DEM На его основе создадим Message Module Теперь создадим сам Decision Service Назовем его SpamFilter Добавим несколько параметров к нашему Decision Service Мы будем оперировать сабжектом и текстом И напишем непосредственно само правило Правило можно писать с помощью подсказчика доступного вам по Control Space Но еще проще вставить уже готовое описанное правило Которое можно также взять с хост-системы из папки Lab14Data Файл называется rule.txt Копируем правило И вставляем его Как видим правило очень простое Если сабжект содержит слово Spam Тогда поставить значение текст This text was removed Возвращаемся в наш Lab14 И нам остается заполнить параметры Decision Service Для начала мы выберем какой именно Decision Service мы будем использовать Это SpamFilter И выберем пути к нашим переменам К сабжекту и тексту Для этого нажмем кнопку Edit И напротив сабжекта Отпишем Root XML NSC To Email Subject Напротив текста Соответственно текст Прежде чем запускать наш интеграционный поток Поскольку для полноценного функционирования ODM в рамках интеграционной шины требуется лицензия Нам предварительно необходимо включить поддержку этих возможностей в нашу интеграционную шину Для этого открываем терминал Переходим в директорию Opt IBM MQSI Версия Пабка bin Подгружаем MQSI profile И вводим команду MQSI-MODE-X DECISION SERVICES После этого можно непосредственно запускать наш тест Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы видим, текст был удален Соответственно наш спам-фильтр работает На этом лабораторная работа номер 14 успешно завершена Продолжение следует...